Друзья, всем приветики! Опять с вами Дмитрий и мой канал Дмитрий Холланд. Знаете что, друзья, о чем я хочу с вами поговорить? Позавчера я посмотрел ролик знаменитого российского видеоблогера Илью Варламова, где он рассказывает про Нидерланды, как здесь все в шоколаде, как здесь все люди счастливы, как вообще здесь зарабатывают кучу денег и вообще какая это прекрасная страна для жизни. Согласен, страна прекрасная для жизни. Но вот много чего в этом видео мне вызывает большие сомнения. А знаете, вот когда приехал турист, увидел какую-то страну, ох, блин, и вот его эта страна восхитила. Но никогда, я вам так скажу, не путайте эмиграцию и туризм. Поэтому я хочу сейчас развеять мифы, которые Илья Варламов рассказал в своих роликах про Нидерланды. Поехали! У меня просто сейчас пауза. Я только что ходил бабушкам и дедушкам делать зубики. И вот лежу в машине, отдыхаю. Так вот, это уже второе такое большое-большое, обширное видео о Нидерландах. И вот он все время почему-то, я не знаю почему, он приезжает в Амстердам. То есть, и вот рассказывает, что вот это Голландия, все. Друзья, вот как Москва, там допустим, или Киев, или там другие столицы, это еще не вся Россия, или Украина, или там Казахстан, или Беларусь. Есть же еще куча всего другого в этой стране, вот кроме как Амстердам. Это первое. Конечно, здесь я на своих каналах очень много роликов выставлял про жизнь в Нидерландах. Если кто хочет, подпишитесь на меня, посмотрите. У меня там только про одну Голландию, наверное, 100 или 200 роликов. 200 может, уже всего у меня 400 роликов. Так вот. И вот он рассказывает про Амстердам, показывает архитектуру замечательно, показывает каналы. Ну, вот это типичный такой штампованный набор про Нидерландов. То есть, каналы, как здесь люди богато живут, сыр, там, вот знаете, ну, действительно, в Голландии же это не сыр, там, не марихуана, и не, я не знаю, и счастливые люди, которые ездят на велосипедах. Это же куча других достопримечательностей. Здесь много есть островов, их здесь штук 5, 5 на севере. Здесь есть различные виды, блин, столько, в каждой провинции есть, ну, в каждой провинции есть, там, допустим, какие-то замки в Средневековье, есть, там, допустим, на севере, в Лювардене, есть Хитхорн, там, типа, Венеция, Нидерландская, ну, Нидерландская или Голландская Венеция, вот. Здесь куча всяких достопримечательностей, поэтому, Илья, если ты меня смотришь, конечно, ты меня не будешь смотреть. Ну, вот, ну, кто-нибудь, кто посмотрит этот ролик, скажите, Илья, там, один блогер из Голландии, с тобой целиком не согласен. Вот, приезжай, приезжай ко мне, я тебе покажу именно и такую Голландию, которую ты еще вообще не видел. Вот, затем, вот, мне что улыбнуло, он показывает все время студентов голландских в университете. Такое ощущение, что вот здесь все учатся в университетах. Друзья, университетским образованием, ну, если взять 100%, только 10% от работающего населения. 10%, то есть, вдумайтесь, здесь в основном 80% это ПТУ, то есть, профессиональные технические училища, той или иной видов сложности. Ну, там есть уровень, скажем так, 2, 3, 4 и ГБО, высший уровень. То есть, ну, это все профессиональные технические училища, понимаете, а он рассказывает, ну, как, мне это всегда так улыбает, показывает студентов, как все такие ходят, учатся, такое ощущение, что это парадайз. Да, это рай для студентов здесь, в Голландии здесь 3 или 4 университета, и в городе, в Гронингене, где я живу, здесь старинный университет, которому, там, лет 5 назад исполнилось 400 лет. Представьте, 400 лет, вот, но покажи, Илья, серьезно, как люди, простые работяги работают здесь, коих здесь, ну, я сказал, это 80% всех работников, это простые люди, которые, или у них своя фирма, ну, которые делают, там, допустим, улицу ложат, или строители, или там красят, маляры, или в теплицах где-то работают, или на фабриках. И поверь мне, Илья, это очень и очень сложно работать в Голландии, если у тебя нет вот такого высшего образования, потому что вот на фабрике, когда ты, ну, например, у меня знакомые, одни работали на фабрике, там, эти птицы, ну, там, забивали птицы, а их там замораживали, они там должны замороженные эти курицы упаковывать. Ну, там, все это автоматизировано, но они все равно должны были работать руками. Это сидишь в такой холодрыге, там, минус сколько-то градусов в этих костюмах, и сидишь, а тебе упаковываешь курицу, понимаешь, Илья, это очень, это тебе не в конторах сидеть. Так, друзья, ну, это я продолжаю тему образования, соответственно, из образования, и, соответственно, вытекает и работа. Вот у меня многие знакомые приезжают, ну, какие-то шапочные знакомые или просто знакомые приезжают в Голландию и сразу рассказывают мне, вот, мы сейчас открываем бизнесов здесь, блин, мы тут озолотимся. Так, друзья, для любого бизнеса в Голландии практически сейчас нужны корочки, то есть, что я хочу сказать, даже для фермера нужно специальное образование, то есть, для фермера, вот, представляете, простой крестьянин, да, а ему нужна высшее среднее образование, ну, среднетехническое, высшее среднетехническое образование. Вы просто так не сможете стать фермером в Голландии, для этого надо иметь профессию, вот, и поэтому, когда вы хотите открыть какой-то бизнес, вам надо все равно иметь какие-то корочки. Я не знаю, какие конкретно, что вы собираетесь открывать. И многие вот помучаются, потыркаются, ну попробуют открыть бизнес, у них ничего не получится. И они потом сидят на социальном пособии. Еще меня улыбнуло про пенсию. Ну он там, у него одна семья, вот во втором видосе была семья. И вот они рассказывали, что они вышли на пенсию в 66 лет. Но он же до конца не спросил у них, как обстоят дела с пенсионом. Все правильно. Люди, которые выходят в этом году, они выходят в 66 лет. Все остальные года уже, вот начиная со следующего года, уже в 67. А я, мне сейчас 50 лет будет. Так что скоро поздравляйте меня, 27 сентября. Вот, они все, мы уже, люди вот моего поколения и младше, они все, мы все будем ходить минимум в 69 лет. А я думаю, что может быть и в 70. Вот, поэтому я говорю, когда вот такая дается неточная информация, люди смотрят, я же читаю эти все комменты, и они начинают хаять в свою сторону, где живут, да, и начинают восхвалять это. Но я говорю, друзья, здесь, конечно, очень шикарно жить в Голландии, очень классно. Я в этом целиком и полностью согласен. Ну и просто вот своим этим видео, которое будет, может, называться разведчивые мифы, я хочу ввести ясность, что это не так, как оно все, как кажется из видео, которое снимает Илья Варламов. А детские садики, так это вообще, я поражал, бесплатный детский садик. Он, я не знаю, в Амстердам, наверное, ему, ну, Илья, пожалуйста, не езди в Амстердам, там, наверное, просто очень много в воздухе марихуаны, воздуха от кофешопов, поэтому, наверное, тебе в голову ударило, какие бесплатные садики. Ой, вот еще здесь садики, здесь они так дорого, их там в месяц надо платить где-то 600 евро, ну, мы, по крайней мере, так платили. Сейчас, наверное, еще больше. Вот, поэтому это неправда, Илья, что здесь садики бесплатные. Посмотри по статистике рождаемости, Голландия находится в Европе, наверное, на четвертом месте снизу. Только в Испании, там, в Италии люди вообще не хотят рожать. И третья или четвертая идет Голландия. Также, друзья, он, ну, тонкой нити через весь фильм, у него было пронизано то, что в Голландии живут, там, на пятом месте самые счастливые люди в мире. Я согласен, здесь, в принципе, люди довольны своим, я тоже часто спрашиваю, довольны ли вы своей жизнью, своим образом жизни. Многие говорят, что довольно очень, но я тогда не понимаю, почему в таких количествах люди принимают антидепрессанты у них, в огромных количествах. Вот, я не знаю, снимал про эту тему или нет. Вот, и также, почему каждый год больше миллиона людей себя регистрируют, как, ну, такое заболевание, я уже до этого тоже рассказывал в видосе, который называется Overspanned или Burnout, то есть переработались. Ну, Overspanned переводится дословно перенапрягся. Если все так хорошо, работа здесь, ну, просто он вот снимает там на работе у кого-то, и вот он ходил на работу, там, снимал, все такие, знаете, кажется, что, ну, просто это какой-то продать. Но тогда почему 1 миллион 300 тысяч человек каждый год уходят по болезни вот этой Overspanned, ну, или переработался, то есть они по году могут дома сидеть. Вот велосипедов, конечно, очень мне Голландия симпатизирует, что здесь можно ездить на велосипедах по, в принципе, хорошим дорожкам. Я снимал про велосипедные дорожки тоже видос, потому что в нашем городе заметно не ухудшились, очень ухудшились, не заметно, а очень ухудшились. Но все равно в Голландии просто идеальные велосипедные дорожки. И причем вы можете с севера, на севере велосипеде сесть и доехать до самого юга. Вот, здесь страна, конечно, вся ездит на велосипедах. Но заедьте в Германию, а в Германии я уже объездил вдоль и поперек Там вы уже намного, в разы увидите меньше велосипедистов Во-первых, Голландия она такая прямая, как моя мысль Вот очень прямая страна Конечно, здесь на велосипеде ездить, конечно, намного легче А поездите вы в Германии, где там холмы Или какие-то небольшие горы, или там Швейцария, или еще что-то Вы там практически велосипедистов вообще не увидите Или в той же в Бельгии Друзья, я приехал на место, вон там Вон там мой дом престарелых И двух часах одной очень красивой бабушке, которой 85 лет Если кто хочет познакомиться, пишите, я вас познакомлю А что? Тут многие Голландки очень богатые Оставят вам наследство Вот, вы пока не переключайтесь Пожалуйста, я вас заклинаю, не переключаться Попейте кофе, покурите И через 5 минут возвращайтесь назад Так, друзья, ну вот я только что от бабушки Она вам всем моим подписчикам привет передавала Большой голландский привет А я продолжаю свой видосик дальше Тут еще я говорил, что, типа, там, девушка, это его героиня Получает там больше, чуть-чуть больше, чем 2500 Ну, типа, говорит, что средняя зарплата 3000 А, не получается, сказал, больше, чем средняя зарплата Ну, по всей стране Вот, он у них спросил, сколько? Ну, они сказали, получаем чуть-чуть больше Ну, а он спросил, а сколько же средняя зарплата? Ну, они говорят, типа, 4000 брюта Или 2500 евро на эту 2300 на эту Я не знаю, откуда он таких цифр взял Вы можете просто сайт открыть Indeed Вот здесь вы сейчас где-то видите название этого сайта Ну, это такой большой мировой сайт по поиску работы И посмотреть, просто взять вашу профессию и вбить И посмотреть, сколько предлагают денег Это брюта, запомните Там все цены в брюта То есть, оттуда еще, например, если стоит 3000 евро Там зарплата стоит То будет где-то на руки 2200 Максимум, да, 2200, вот так вот То есть, вы увидите, какая зарплата в Голландии Если вы думаете, что здесь все в зарплах Укупаются в роскоши Абсолютно нет Здесь, я уже хочу подчеркнуть Здесь все живут в средне Все живут в средне Ну, где-то в зарплату у семьи Если работает, ну, полную неделю работает муж и жена частично То на руки у них выходит где-то 3,5-4 тысячи евро в брюта Это в брюта То есть, это средняя такая семейная зарплата Может быть, конечно, и кто-то и больше получает Но для этого, я говорю, нужно образование Или нужна своя фирма Но так как в Голландии живут все, в принципе, вот так вот, одинаково То в среднем семья зарабатывает где-то 4, может быть, 4,500 евро Также Илья там в двух, причем, фильмах он помянул про голландскую архитектуру Я согласен Много строится очень красивых домов Ну и много, вот-вот, друзья Вот такие дома, типичные голландские дома Если отъехать от Амстердама То огромное количество, может быть, 60-70 Ну, не 60, может, 50%, 40% Будет Вот такие вот Это называется по-голландски Ну, или таймхаус Не знаю, по какому Все привыкли таймхаусы Называть их Вот такие вот дома А вот это сейчас в деревне нахожусь Ну, это вот отдельно стоящие дома Но они очень дорогие в Голландии Кроме того, очень большой налог на отдельно стоящий дом Потому что на все в Голландии дома Хоть это квартира, хоть это дом Платятся налоги Там один чувак у него в фильме Ну, молодой парень, наверное, там, может, 28 лет, 30 лет Он говорил, что на него голландские девушки не смотрят Ну, потому что он выглядит, как славянский мужчина Понимаете? Голландские мужчины выглядят немножко по-другому В плане Стрижка у них будет другое Одеты они будут немножко по-другому, голландские мужчины Немножко говорить они будут немножко по-другому Ну, мы русские Ну, я имею в виду русскоговорящие Мы разговариваем мужчины Как бы всегда, ну, как мачо, скажем так Немножечко вот такое вот у нас есть в этом Голландцы, они более такие Более дружелюбно разговаривают Вот И там девушки под комментарием пишут Что, о, голландский мужчина красивая А женщины у них страшненькие Друзья Вообще в корне не соглашусь, что девушки страшные Вообще у них здесь такие есть, блин, поверьте мне Здесь есть такие красавицы Такие сексапильные тетки Что далеко будет нам, нашим девушкам до ним Просто они, да, они очень-очень феминистичные Такие себя любивые, властные Вот, поэтому, конечно, нам будет с ними немножко сложно С голландскими девушками Ну, я думаю, если пожить здесь Закадрить голландскую девчонку спокойно можно Беспроблемно, в принципе Главное знать, как подъехать Как подкатить Вот в чем я соглашусь с Ильей Так то, что голландцы Ну, вот эта голландская нация Голландцы очень много путешествуют Причем вот я иногда смотрю Ну, например, вот у нас на работе есть там девушка Она сказала, мне когда 30 лет было Я собралась, поехала месяц путешествовала по Вьетнаму Там другие у меня знакомые есть Девчонки молодые, там им по 30 лет, 25 Вот, они сказали А, мы что-то тоже решили попутешествовать по Марокко Ездили в Марокко Вот недавно одна девушка тоже вдвоем Они там путешествовали по Албании вдвоем Потом еще одна у меня знакомая есть Они путешествовали там в Никурагуа, там Панама, Коста-Рика И еще, в чем я очень сильно соглашусь Что голландцы очень сильно прижимистая нация Очень сильно экономят на всем Ну, не знаю, наверное, это нас здесь научило Все то, что очень все дорого И если не экономить, то действительно можно в трубу вылететь Особенно при нынешних ценах на все Вот, но они просто очень по-болезненному все это экономят Я не знаю, каждую копейку, ну, каждый цен там считают просто Вот, покупает иногда, ну, вот, можно там купить хлеб подороже, вкуснее Нет, купит самый дешевый И говорит, типа, ну, какая разница хлеб и хлеб Вот, то есть, очень экономно Но я им говорю, слушайте, ну, вот вы накопите там в конце жизни У вас там на пенсии будет 100 тысяч евро условно Ну, умрете вы, останутся эти деньги Ну, а что вы вот так всю жизнь экономили, блин, и толку? В чем смысл, брат? Друзья, вон, видите, там вдалеке, вон там сейчас приближу Вон там вдалеке газовые месторождения Огромные-огромные газовые месторождения вот здесь Потому что это провинция Хронинген Вот я, вон, видите, вот сейчас очень хорошо видно Я живу в провинции Хронинген, где добывают газа очень много Ну, правда, его сейчас прикрывают Друзья, я приехал на базу, и, значит, практически видео заканчивается мое Вот, и раз я начал про газовые месторождения рассказывать Через пару недель я буду снимать очень большой репортаж про эту тему Дело в том, что здесь недалеко есть деревни, которые очень сильно были повреждены в результате землетрясений Вот, я все это поснимаю, там придет голландец, он все расскажет Надеюсь, все получится интересно Вот, ну все, как бы вот так, вот такой вот видосик получился Сделаю маленький анонс Через... в субботу приедет ко мне один парень Мы с ним познакомились тоже, ну, благодаря интернету, благодаря моему YouTube-каналу Вот, он сам музыкант из Донбасса, из города Донецк Приедем, мы поснимаем что-нибудь вместе И, в общем, все, ставьте лайки Желаю вам не болеть Здоровья всем До новых встреч в эфире